Андрей Сидельников, российский оппозиционер, лидер международного движения «Говорите громче» присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну вот с такой информацией хотели бы начать нашу беседу. Частная военная компания «Редут» подконтрольная Минобороны Российской Федерации объявила набор женщин на боевые специальности в добровольческий батальон «Борс» и как раз для отправки на войну в Украину. Об этом пишет издание «Важная история». И вот девушкам предлагают контракт на полгода, и если у них нет навыков обращения с оружием, обещают месяц подготовки в Донецке. Им предлагают пойти на подготовку как снайпер или оператор БПЛА. Мы знаем, что в тюрьмах ранее женщин также вербовали, но там на должность повара или санинструктора. Теперь вот просто всех желающих собирают, и в соцсетях появляются такие объявления. Как вы полагаете, почему они уже до женщин добрались? Ну, во-первых, потому что перед так называемыми выборами следующего года Путина пока принято решение в администрации не проводить третью часть мобилизации. И, соответственно, живым мясом надо наполнять фронтей, и выхода никакого нет. Поэтому контрактники сделали ставку на контрактников. Мужчин-контрактников не так много, поэтому решили расширить круг. Мне просто не очень понятно, если речь идет о снайперах, но я, конечно, никакой подготовки не был. Я помню, когда в школе получил значок «Ворошиловский стрелок». Мы ходили в тир, но как-то неплохо я стрелял, скажем так. Но это все осталось такими познаниями, чисто развлекательными. Как можно научить за месяц человека стрелять, тем более снайперам? Ну, это просто невозможно. Понятное дело, что это просто идет набор живого мяса для того, чтобы прикрывать те или иные куски фронта. Не более того. Потому что, понятное дело, что даже люди, которые проходили военную подготовку или служили в армии, они не могут за месяц обучиться боевым искусствам, к большому счету, ведению войны. И уж тем более, конечно же, действительно требуют большой подготовки. Поэтому нужно затыкать дыры. И поэтому было решение принято, что и женщин тоже, в общем-то, в добровольном порядке будут набирать. Посмотрим, что из этого выйдет, но, опять-таки, все же понятно. Для того, чтобы была профессиональная армия, требуется ни один, ни два, ни три месяца подготовки. Поэтому в нынешних условиях войны быстрее происходит обучение. Но так или иначе, как был котенок, переданный вместо убитого родственника. Но это как бросить родившегося котенка выживать самому. То есть, получается, дело как спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Поэтому я не знаю, какие деньги предлагаются по контракту в месяц. Но, видимо, это должны быть какие-то большие суммы, чтобы люди отчаяющегося, люди, которые, в общем-то, в жизни имеют достаток ниже уровня жизни, могли попытать, не знаю, там, лотерею удачи. И знаете, и в продолжение темы, в подмосковном городе Котельники сотрудники ОМОН устроили облаву на прихожан местной мечети, после чего их отвезли в военкомат, где под угрозой уголовного дела заставили подписать контракт с Минобороны. Вот об этом сообщил в своем телеграм-канале. Финалист было такое шоу «Перепой звезду» Мамут Усиинов. Давайте фрагмент посмотрим вместе. Попрошу показать. Нас перевезли по адресу военкомат, комиссариат, военный комиссариат. Октябрьский проскет, 261. Ну вот видим полный автобус. И там далее автор видео утверждает, что он и еще несколько человек отказались подписать контракт, но все равно никого не выпускают. И вчера вечером появилось продолжение этой истории. Мамута Усиинова насильно доставили воинскую часть в Нарафа-Минске. И, как сообщил его знакомый, телефон у него отобрали, чтобы больше никаких видео не записывал. Как вам вся эта история и вот такие облавы? Ну, во-первых, это не первый случай. Нужно говорить, что когда был введен в действие указ Путина о частичной мобилизации, мы видели случаи, по всей стране хватали просто на улицах людей. И были даже совершенно непонятные вещи, когда колясочников просто подписывали под это и заставляли подписывать. То есть, понятное дело, что человек с особенностями никак не может, тем более неходячий, никак не может быть полезен для фронта и для победы Путина, соответственно. Ну, таких случаев будет, их на самом деле много. Мало кто может пробиться, опять-таки. В социальных сетях можно написать, информация же по всей стране живет огромное количество людей. И каждый случай найти просто даже невозможно, и люди не имеют, в общем-то, выхода вследствие массовой информации. Конечно, там у кого, там вот он участвовал в финале конкурса, соответственно, как-то был засвечен. Где-то чего-то как-то можно пробиться в информационное пространство. Но это не помогло, видимо. Телефон отобрали, и все, и все равно воинскую участие. Ну, все, в общем-то. А что? А здесь до этого случая было непонятно, что происходит в российской армии. Мы что, не знаем, что там существуют заградотряды и расстреливают солдат, опять-таки, свои, кто отказывается идти в атаку и воевать уже? Мы этот случай тоже все знаем. Никакой новой нет. Путину, в общем-то, подписывает указ о числительной мобилизации. Там же этот седьмой пункт, секретное проколичество, вот этот миллион пресловутый. Это вот, в общем-то, та цифра населения России, которая может быть отдана в расход. Это такие сопутствующие потери, да, это говорится об этом. Поэтому, в общем-то, здесь мы всегда говорим о том, что какая будет точка, какая цифра будет, когда начнется российское общество, в общем-то, возмущаться. Ну, и, в общем-то, все эксперты сходятся во мнение, что 500 тысяч убитых, когда будет. Сейчас, по-моему, около 300 тысяч убитых по независимым оценкам. 295, да. 295. Ну, вот 500 тысяч, когда будет, то пойдет уже цепная реакция, и власть не сможет удерживать вот эти вещи. Потому что, ну, действительно, огромная страна, огромное количество населенных пунктов. И, в общем-то, горе потери, это сейчас горе конкретных семей, ну, или там самого близкого окружения. А с учетом того, что большинство россиян живет за чертой бедности, то, в общем-то, здесь это вот радуются, скажем, картошки, значит, морковки, селедки или что-то еще. Ну, надо сказать, победнело российское руководство. Все-таки раньше давали якобы шубы, лады машины давали. Шубы потом назад забирали, да. Вот мы помним, что шубы раздавали, а потом забирали назад, когда камера выключалась. Ну, мы же говорим про пиар, опять-таки. Ну, вы знаете, я больше полутора лет уже, получается, полтора года я в Украине нахожусь. И, в общем-то, ну, помогаем людям, которые были в оккупации. И, ну, как-то нет смысла пиариться на этом, да, естественно. Там, когда привозим с благотворительными фондами продукты разные необходимые, теплые вещи какие-то, вот под зиму, под прошлую. Сейчас опять начнется новая такая волонтерская по Украине работа. Ну, это же нет смысла об этом рассказывать, пиариться. И, в общем-то, это частные случаи. А Россия, ну, делает пропаганду, понятное дело, чтобы все видели, что не оставляют участников боевых действий. Но это все показуха. Мы знаем, как происходит на самом деле. Так что просто жаль этих людей, которые от безысходности на самом деле и идут на эту войну, погибают. Ну, и потом родственники обивают пороги, чтобы получить хоть какую-то компенсацию, хоть что-то еще. Потому что, действительно, огромное количество населения в России, это миллионы и миллионы людей, живут за чертой бедности. И они, в общем-то, клюют на вот эти вот баснословные суммы, которые оперирует пропаганда за участие в этой войне. Вчера советский районный суд Казани отправил в СИЗО журналистку Радио Свобода Алсу Курмашеву и срок ареста до 5 декабря. И заседание прошло в закрытом режиме, не было прессы. Я напомню, что Алсу многие годы пишет о проблемах национальных меньшинств в Татарстане, Башкортостане. В Россию она прилетела 20 мая, а 2 июня ее задержали и оштрафовали. Мол, будучи гражданкой России, она не сообщила о наличии еще американского гражданства. Оба паспорта, и американские, и российские, у нее забрали. А вот 16 октября против Алсу открыли еще одно уголовное дело об отказе регистрироваться иноагентам. То есть за то, что не донесла на саму себя, как я понимаю. И вот отправили в СИЗО. Что вы думаете о таких задержаниях? Ну вот по сути ведь Кремль набирает заложников из журналистов. Ну, наверное, мой ответ все-таки не понравится большей части наших зрителей, тех, кто смотрит ваш канал. У меня, на самом деле, когда я услышал об этой ситуации, у меня вообще-то возник сразу же вопрос. А зачем она поехала в Россию? Она что, не понимала, что будет? Все закономерно, то, что происходит. Ну вот, например, 16 лет я уже живу вне России. Прошлую пятницу меня тоже назначили иноагентом. Вот я что, теперь должен тоже какие-то плашки резать или что-то еще делать? Я этим заниматься не буду, не занимался и не собираюсь. Она жила, я так понимаю, в Чехии, работала в Чехии. И совершенно понимала и давала наверняка себе отчет о том, что происходит в России и что с ней будет. Ничего удивительного российская власть не сделала, скажем так. Это для нас никакая неожиданность. Безусловно, всех людей, кто выступает против соответствующей политики Владимира Путина, будут преследовать. Они не могут дотянуться до всех, которые уехали за границу. Ну и, соответственно, те люди, которые будут возвращаться, понятное дело, что будут прессоваться и штрафами они не отделаются. Их будут сажать в тюрьмы, чтобы показывать, опять-таки, на подобных примерах, к примеру, устрашение, чтобы, в общем-то, ну, российское население понимало, что выступать, по большому счету, нет никакого смысла. И действительно, ведь полностью зачищена и политическая площадка, и любое высказывание против власти, оно уже максимально преследуется, а не только штрафами. Если раньше вышли действительно штрафами непомерными, ну вот, и там все собирали эти штрафы, помогали их выплачивать, то сегодня просто это уголовные статьи, уголовное преследование, и тюремные сроки не, в общем-то, не маленькие, да, а огромные и, соответственно, совершенно незаконные. Ну, здесь можно только как бы сочувствовать ей и ее семье, но, по большому счету, как бы она виновата в этом сама, если честно. То же самое можно сказать и про политического заключенного номер один Алексея Навального. Его предупреждали, чтобы он не возвращался в Россию, его посадят. Однако, как бы он выбрал это его решение, и, по большому счету, сам себя посадил в тюрьму. И сегодня получается, что, в общем-то, голос из тюрьмы подать уже почти невозможно его адвокатов. Также сажают для того, чтобы изолировать информацию и для него, и от него. В России уже совершенно четко установился фашистский режим. И, исходя из этого, нужно понимать, стоит ли вообще пересекать границу или нет. Стоит ли пытаться добиться правосудия. В России правосудия больше нет. Нет ни независимых судов, ни независимых средств массовой информации. Никакие институции демократического общества в России больше не работают. Фашистский режим. Совершенно четко он дает это понять. И никаких, в общем-то, вопросов быть, в большом счете, не должно возникать. Во всяком случае, у тех людей, которые уже выехали и продолжают бороться с этим режимом. Никакими выборами власть не поменяется. Есть только один единственный путь. Это вооруженное сопротивление. Больше никакие методы. За все 23 года оппозиция России перепробовала все, все, подчеркиваю, мирные методы решения тех или иных вопросов. Ни один из этих методов не работает. Сегодня нужно уже осознать, что только вооруженным путем в России можно поменять власть. Ну и сделать это необходимо просто. Потому что те люди, которые творили все это в России и творят, они должны, соответственно, получить наказание, получить воздействие. Каждый, как говорится, по способностям и по труду. Поэтому путь только единственный. Вооруженное восстание. Российский олигарх, близкий к Кремлю Магомед Мусаев утверждает, что купил всю медиагруппу Forbes. На данный момент он владеет компанией AISI, Русмедиа, которая является издателем российского Forbes. Как пишет The Washington Post со ссылкой на 5 аудиозаписей, Мусаев говорил о сделке с партнерами по бизнесу. Я одну цитату приведу из этих записей. Я только что купил глобальный Forbes. Вы понимаете, когда у вас в руках ключ от самого авторитетного мирового бренда, этот ключ даст мне доступ кому угодно. Конец цитаты. На еще одном аудио бизнесмен заявляет, что подставным покупателем выступил американский предприниматель Остин Рассел. Нужно сказать, что официально и Рассел, и Мусаев сейчас все, конечно, отрицают. Но возможно ли такая ситуация вообще? Как вы полагаете? Что он купил? Конечно, возможно. Простите, в свое время шпион из КГБ, банкир Лебедев, купил в Великобритании за 1 фунт газету «Инвинг Стендарт», например. Да, понятно было, долги, обеспечение, то есть это, в общем-то, много денег было вложено, но это действительно влияние. Сегодня, если думает вот этот товарищ, что через Forbes удастся решить все вопросы, да нет, не решит он вопросы. Более того, попав под пристальное изучение разных организаций, которые занимаются санкциями, в том числе и мои коллеги из международного санкционного комитета, ну, будем проводить, безусловно, расследование, если он не находится еще не во всех санкциях, значит, сделаем таким образом, что он окажется под санкциями, и никакая покупка Forbes его не спасет. А то, что он подставил каких-то своих американских коллег и друзей, ну, нужно только посочувствовать этим людям, потому что весь шквал вот этого негатива и, в общем-то, ответственности перейдет, в том числе и на них. Поэтому вот они будут уже теперь обравдываться в американских судах, что они к этому не причастны. А если действительно причастны, а уж американское правосудие в этом разберется, то я просто не завидую здесь уже. Здесь, ну, понятное дело, что санкционные вещи, они очень сложно прорабатываются, но если уж они введены, то выйти из них практически невозможно. Так что, ну, будем заниматься этим кейсом конкретно, потом можно будет рассказать о результатах нашего действия. Не поможет ни покупки никаких телеканалов международных, никаких информационных изданий, вообще никаких СМИ теперь уже не поможет. Нужно понимать, откуда растут руки, и как только маячат российские спецслужбы и Кремль, здесь, по-моему, все становится понятно. Здесь просто нужно цепочку всю эту размотать и, на самом деле, сделку признать недействительно. Или просто потом уже в санкционном режиме отобрать все имущество, чем будет заниматься, кстати, вот Международный санкционный комитет. Вчера мы говорили с Евгением Виковенко, и он сказал интересную фразу о том, что, скорее всего, если эта сделка действительно состоялась, это начнет обнулять и авторитет самого издания «Форбс». И вот те люди, которые продают такие издания, те издания, которые идут в такие руки, они должны понимать, что это обнуление их авторитета. Нет, это совершенно очевидно, совершенно понятно. Ну, мы видели, во всяком случае, на примере даже России, если брать газету «Коммерсант» или газету «Ведомости». Все, если раньше хоть как-то делали видимость и пытались, в общем-то, работать, даже в тех условиях, которые были созданы в стране, но сегодня это просто обнуленные имена и уже, как прокаженные, смотрят, если ты из этого издательского дома находишься. Конечно, обнулиться. Ну, я не знаю, чем руководствовались владельцы международного «Форбса». Видимо, это все-таки какая-то прибыль, достаточно большие деньги. А россияне от Кремля готовы переплачивать, переплачивать рыночную цену. Так что здесь, если они думают, что они за деньги могут купить все и вся, конечно, купят. Но только это будет действительно нивелировано, и, в общем-то, бренд уйдет с арены. Не более того. Скажите, а вот Мусаеву зачем глобальный «Форбс»? Чем он там может манипулировать? Рейтинги для известных «Форбс»? Или какие-то заказные статьи туда попытаться там публиковать, чтобы отбелить репутацию или каких-то олигархов или компаний? Зачем вот ему нужен был глобальный «Форбс»? Ну, на самом деле, мне как не кажется, во всяком случае, я точно не знаю, но это добровольно-принудительная покупка. Естественно, она сделана в интересах не самого этого олигарха, а в интересах российских спецслужб и Кремлевской администрации. Поэтому здесь, в общем-то, распределяют полномочия и обязанности между разными группами влияния. Ну вот, ему поручили заняться вот этим, и он, соответственно, наверное, все-таки на свои деньги ему пришлось изымать средства из своего бизнеса и покупать эту вещь. Потому что отказать Кремлю он не мог, иначе бы у него возникли проблемы, которые он не смог бы решить, и, в общем-то, отобрали бы все, что есть. Так что здесь это чисто сохранение, видимо, своего влияния, своего бизнеса, но вот, да, добровольно-принудительные. Ну, у нас таких примеров очень много, ведь и Абрамович этим занимался, и занимался об этом Фридман. Кстати, видите, Фридману не помогло. У Фридмана после внесения в санкции уже в Соединенные Штаты обложили со всех сторон. Теперь вот необходимо заниматься не там просто вот санкционными вещами, а добиваться того, чтобы все активы, которые Фридману принадлежат за границей, были конфискованы и перенаправлены в Украину. Я думаю, что это как раз будет очень хорошая кейс. Ну, и касательно всех остальных, то тоже лучше такая, в общем-то, у них незавидная, надо сказать. Но, так или иначе, отказаться он действительно не мог от покупки Форбса, ну, и будут делать вид, что это будет независимое средство массовой информации. Но мы все прекрасно понимаем, так что здесь будут заказы статьи. Будем следить. Будет все, о чем вы сказали, все это будет, как это делалось в других случаях ранее. Велосипед они не изобретут, скажем так. Вы знаете, у нас две минуты буквально остается, но есть еще вопрос, который я бы хотела задать. В российских театрах наметилась новая тенденция. В разных городах готовится к постановке спектаклей, воспевающие героев так называемой СВО. В помощь театрам в этом деле проводятся большие и малые конкурсы на лучшую пьесу. И вот что у них в релизе пишут. Пьеса должна отражать время, которое выдвинуло настоящих героев, бесстрашных и мужественных, защищающих нашу страну. Время требующее точных определений, что такое Родина и что такое патриотизм. И вот по одной из этих пьес уже готовится премьера в аннексированном Крыму. Что скажете о таких новостях культуры? Пойдут ли люди на такое? И я напомню, что вот фильмы на подобную тематику в России в прокате провалились. Ну, во-первых, неудивительно, что проваливаются в прокате. Здесь тоже это все вещи дотационные. Коммерческие театры такое позволить себе не могут. Поэтому это элемент пропаганды. Будут загонять людей. Но на митинге же, на путинге загоняют людей за отгулы, за невыгон с работы или что-то еще из этой серии. Картинку сделают, покажут сюжеты на всех каналах российского телевидения. Ну, собственно говоря, заплатят деньги актерам, если можно назвать это актерами тех людей, которые будут задействованы в подобных постановках. Ну и, собственно говоря, это будет элемент пропаганды. Как я уже сказал, ничего такого нового нет. Ну, кто-то напишет себе или перепишет. Некролог называется. Мы вот видели, как сейчас буквально вчера переписал свой некролог будущий, например, Диана Арбенина. Хотя тоже все было понятно и ранее с ней. То же самое, например, сделал Рома Зверь из группы Звери. Придет возмездие каждому. Это вот пособничество участников этих театрализованных, так называемых, действий тоже должны в дальнейшем подвернуться возмездию в той или иной форме. В зависимости, опять-таки, что они там еще наговорят, натворят или сделают. Так что здесь ничего удивительного нет. Просто как бы надо фиксировать эти случаи, вести, как говорится, список. И дальше уже, когда придет время, реализовывать воздействие. Андрей, спасибо огромное. Спасибо за ваши комментарии, за эту интересную и содержательную беседу. А зрителям напомню, Андрей Сидельников, лидер международного движения «Говорите громче», был в нашем эфире. Спасибо, всегда рады видеть. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Субтитры создавал DimaTorzok